богарт или богарт напишите в комментариях привет пацаны сегодня у нас такой чисто мужской такой знаете гангстерский пижонский аромат на обзоре будет их вообще два вот есть богарт ван маншоу а есть богарт жак богарт потом если богат жак богарт и вот в такой вот упаковке он идет смотрите туалетная вода и сейчас мы о нем поговорим это значит у нас middle up чик ребята днище ценового диапазона но опять-таки что такое middle up это вот не говорит о том что аромат очень плохой или там вонючий скажем ну как правило да ничего такого интересного вы не найдете в этом сегменте но не дала по сути это что такое это вот был например крутой аромат когда-то очень давно да и компания решила не вкладывать него бабки не вкладывать бабки в новые флаконы постоянно кучу денег в рекламу чтобы делать добавленную стоимость и продавать его очень дорого оставить все как есть и продавать может быть даже больше ароматов эти ароматы они как бы себя завоевали очень давно вот этот конкретно 1975 года выпуска то сюда очень старый аромат и компания выбрала такую как бы маркетинговую стратегию не вкидываться в рекламу не развивать а просто продавать классические ароматы дальше в это вот классика классики которая только возможно ребята вот эти ароматы коробка довольно качественное что хочется подметить хотя это миды лад что мы имеем мы имеем вот такой вот крем после бритья довольно качественный по составу так охлаждает кожу приятно такой кремчик лосьончик и вот собственно аромат флакон но естественно во флаконе чувствуется что это миды лап видите как бы все так так себе самый дешманский тонкий по максимуму пластик это сейчас все рассказываю любителей флаконов я знаю есть такие в духах это определенный фетиш хороший флакон ну в общем то вот так вот выглядит флакон то есть по цене это около ну вот для украины скажу в долларах наверное 20 25 где-то доллара вот средний ценник за этот аромат пулевизатор ну вот как то так ребята такой очень насыщенный бьющий в нос особенно в начале аромат это тип пряные поэтому но пряные во всей красе тут вот еще гвоздика есть и она так прямо в нос заходит вообще тут цветы лимон гвоздика чувствуется герань дубовый мох немножко какие-то кожаные ноты вот как-то вот так вот про этот аромат можно сказать вначале он очень резкий он очень прямо бьет в нос вот гвоздикой наверное возможно вот герань с гвоздикой вот такое вот она теркая сильно знаете и потом он быстро выветривается скажем так быстро успокаивается в течение там минутные на десяти и уже так более-менее запах однозначно возрастной я уже естественно потестил час нюхаю свою руку чтобы писать сейчас вот по прошествии часа он просто такой легенький приятный аромат вначале для меня рисковат то есть я пытаюсь объективно оценить ароматы там говорит что-то там фу-фу-фу и ни о чем естественно нет это классика не было ни одного наверное такого крутого чувака из 90-х который не пользовался ванман шоу в то время и вот этим ароматом но тогда правда ничего не было как бы на рынке но классика остается классика это вот самые старожильные ароматы мужские именно которые есть самые-самые первые самые-самые пижонские это вот эта фирма богарт и вот этот аромат иванман шоу на которой кстати уже сделал обзор и случайно удалил видос поэтому я сделаю заново тем более есть что добавить и все-таки тестил его очень давно вот в общем то вот такая вот история сейчас от руки пахнет довольно приятно так нежно резкий вы знаете побриться с утра лосьончиком вот этим не вот этим вот туалетной водой я бы даже вот одеколом бы его назвал знаете не туалетная вода не парфюма вот именно одеколом побрился лосьончик и вот это одеколом чеки по поехал по возрасту это 40 плюс ребята вот четко видится на 40 плюс мужчина такой брутальный такой вот именно мужик знаете типа вот это аромат туда потому что новую молодежи но явно это это не эта история но в целом аромат приятный мне нравится этот аромат он довольно интересный такой вот прикольный у него флакончик вот собственно и все такая вот самая такая мужская старая школа старая проверенная годами классика и без лишних переплат то есть тут вот именно цена-качество старый аромат который ни капли не изменился за все эти года формула осталась прежней упаковка такого же плана но может качество крышки чуть-чуть хуже стало но все на том же уровне за умеренные там грубо говоря прайс 20 25 баксов вот для тех кто не хочет переплачивать и получить крутой аромат 40 плюс чуваки обратите внимание всем пока с вами был я подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите в комментах на какие бы ароматы вы хотели бы видеть обзоры напоминаю что есть у меня отливанты делаю распив на любые ароматы обращайтесь в инстаграм всем пока за субтитры сделал DimaTorzok